20 августа 1941 года немецкая колонна 6-й танковой дивизии, состоящая из 22 танков, автомашин с пехотой и мотоциклом, ехала в сторону города Красногвардейска, ныне Гатчина, что находится в Ленинградской области. Дорога шла по болотистой местности и очень нехорошо петляла вокруг топий. Там же, где она делала поворот, виднелся лес. Буквально полчаса назад здесь проехала немецкая разведка, состоящая из трех мотоциклов. Она доложила, что дорога свободна, и колонна не боялась внезапного нападения. Но вдруг прозвучал раскатистый выстрел, и головной танк вспыхнул и съехал с дороги. Спустя мгновение загорелся и второй. По колонне била советская пушка. Это была засада. На узком месте нацистская техника не могла развернуться, а подбитые танки еще больше сковывали движение немцев. Танки с крестами на борту, мешаясь друг другу, съезжали в болото, и застрявшие в нем разворачивали свои пушки в сторону предполагаемого врага и беспорядочно открывали огонь. Солдаты десантировались с машины и залегли в редкой траве. По ним из леса ударил пулемет. Свою пушку нацисты развернуть не спели, шальной снаряд выбил ее из строя. А в это время невидимая артиллерия била по колонне из леса, методично уничтожая один танк за другим. Спустя час боя вся немецкая колонна была уничтожена. Только сильно разряженной пехоте вермахта удалось отступить. Немцы так и не догадались, что с ними сражался всего один тяжелый танк КВ, старшего лейтенанта Колобанова. Это был опытный танкист, который говорил про себя, что он трижды горел в танке, еще в финскую войну. В 1936 году он окончил Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе и как отличник имел право выбрать место, где хотел бы продолжить служить. Он выбрал Ленинград. После начала Великой Отечественной войны его перевели на Северный фронт командиром роты тяжелых танков, где он и подсказал свое умение наступающим войскам вермахта. 8 августа 1941 года группа армий Север начала наступление на Ленинград. Три ударные группы прорвали советскую оборону и вышли в тыл Красной Армии. 14 августа немцы перерезали железную дорогу Красногвардейский Никсеп. Первая танковая дивизия, в которой служил Колобанов, после непрерывных боев под Псковом, Лугой и Кенигсепом, держивая натиск немцев, подошла к городу Красногвардейску. Это был важный узел шоссейных и железнодорожных дорог на подступах к Ленинграду. Немцы, применяя огромные соединения танков, пытались смять советские войска и сходу захватить Красногвардейск. Но советская дивизия применила тактику танковых засад, рассчитывая на мощь брони своей техники. И эта тактика оправдала себя. Перед Колобановым поставили задачу удержать Красногвардейск любой ценой, до прихода подкреплений. Эта задача была практически невыполнима, так как в распоряжении Зиновия Колобанова было всего пять танков, а держать оборону надо было в трех направлениях. Немного упрощало задачу то, что все пять танков были тяжелыми. 19 августа танкисты загрузили в свои танки по два боекомплекта бронебойных снарядов и выдвинулись на позиции. Два танка поехали сдерживать врага на Кенигсепской дороге, два на Лужскую дорогу, а танк Зиновия Колобанова занял оборону на Приморской дороге. Экипаж вырыл танковый окоп всего в 300 метрах, напротив перекрестка, с таким расчетом, чтобы вести огонь в лоб по наступающим врагам вермахта. Радовало только одно, с обеих сторон от дороги находился болотистый луг, который не позволил бы немцам обойти КВС тыла. На следующий день танкисты на Лужской дороге первыми приняли бой, подбив три бронетранспортера и пять танков врага. Потом немцы провели воздушную разведку, но не смогли обнаружить замаскированные танки Колобанова. Тогда они пустили мотоциклистов, которых Колобанов пропустил, чтобы заранее не выдать своих позиций. Около трех часов дня появилась немецкая колонна. Подпустив ее поближе, экипаж Колобанова открыл огонь, подбив сначала два головных танка и потом два замыкающих. Немцы оказались в ловушке, а советские танкисты методично уничтожили всю колонну противника. После боя наши танкисты насчитали у себя на броне 114 попаданий от снарядов. Далее колобановцы сменили свою позицию и стали ждать врага. Немцам, чтобы проехать, надо было убрать сгоревшую технику, но они не стали подъезжать близко, а открыли огонь по лесу с дальних дистанций. В скорости танк Колобанова был обнаружен, и он открыл ответный огонь по врагу. В этой дуэли никто не смог достичь весомого результата, но у КВ были сбиты приборы наблюдения и заклинило башню. Но все равно танки Колобанова уже выполнили свою задачу. В итоге сработали все три засады, и к концу дня пять танков Колобанова уничтожили 43 немецких танка, легковую машину, артиллерийскую батарею, три бронетранспортера, несколько мотоциклов и две роты пехотинцев. Еще одного мотоциклиста взяли в плен. В сентябре все члены экипажа Зиновия Колобанова были представлены к званию Героя Советского Союза, но в штабе Ленинградского фронта награда Колобанову была снижена до Ордена Красного Знамени, а экипажу до Ордена Ленина. Еще 20 дней рота Колобанова в районе Большой Загвозки удерживала подступы к Красногвардейску, но 13 сентября Красной Армии пришлось отступить из этого района. 15 же сентября рядом с Колобановым взорвался немецкий снаряд и тяжело ранил танкиста, но после множества операций он все-таки смог выжить. После войны Колобанов вернулся в ряды Красной Армии и служил в группе советских войск в Германии. В возрасте 48 лет 5 июля 1958 года Зиновий Колобанов в чине подполковника был уволен в запас. Дальше он работал на Минском автозаводе и получил звание «ударник коммунистического труда». Дожил Зиновий Григорьевич Колобанов до 8 августа 1994 года и в возрасте 83 лет скончался в городе Минске. Подвиг танкистов Колобанова еще раз опровергает слухи о том, что якобы наши войска не умели воевать и что наша страна не готовилась к войне. Но почему-то разбирая такие вот героические победы, всегда наблюдаешь одну картину. У советской армии были и танки, и самолеты, и артиллерия, которые соперничали по качеству с немецкой техникой, что говорит о подготовке нашей страны к этой войне. А наши солдаты имели более высокий боевой дух, чем нацисты, и в умении воевать тоже не уступали немцам. По крайней мере, Красная Армия воевала лучше, чем солдаты тех стран, которые подчинились нацистам, не оказав им существенного сопротивления. Да и судя по тому, что война закончилась в Берлине, а не в Москве, то и сами немцы оказались слабее наших войск. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и напишите хотя бы привет в комментариях. На сегодня все. Пока!